4 мая, в 31-й день восстановления независимости Латвийской Республики, в Даугупилсе прошли патриотические акции, посвященные долгому и непростому пути к возрождению латвийской государственности. Отпраздновать с размахом день восстановления независимости Латвии в Даугупилсе планировалось еще в прошлом году, так как именно тогда наступил черед нашего города принимать ежегодный военный парад. Но, к сожалению, началась пандемия, и мероприятие было решено перенести на этот год. Однако, и сейчас из-за эпидемиологической ситуации от масштабных мероприятий пришлось отказаться. Праздничное настроение создавалось в другом формате, соблюдая все требования безопасности. В честь событий 4 мая 1990 года, когда была провозглашена Декларация независимости Латвийской Республики, в Соборе Святого Петра в Веригах произошла экуменическая служба. После богослужения к присутствующим обратился министр обороны Латвийской Республики Артис Пабрикс. Особое внимание он делил значению независимости, высокой цене которой пришлось заплатить тем, кто ее отстаивал во все времена, а также хрупкости свободы, в силу которой ее необходимо продолжать защищать нынешнему и следующим поколениям. В 11.00 прозвучал 21 праздничный пушечный залп, после чего руководство Даугупилского самоправления передало руководству Салдуса флаг Латвии и права на проведение парада в следующем году. Председатель Даугупской думы Игорь Прилатов выразил надежду, что год спустя угрозы пандемии исчезнут и Салдус может отпраздновать праздник в полной мере, а также отметил большую роль многих даугупилчан в восстановлении независимости страны. Во время богослужения и праздничных речей многократно прозвучала мысль о том, что свобода – это в первую очередь люди, которые не только боролись за независимость, но и все эти годы продолжались с полной отдачей трудиться над созданием лучшей жизни и будущего латвийского народа. Чествуя тех, кто на протяжении многих лет самоотверженно трудился во благо Даугупилса, 4 мая в центре Марка Ротка торжественно были вручены награды Даугупилской городской думы за вклад в своей жизни и почетный даугупилчанин, который из-за пандемии не удалось вручить во время государственных праздников в ноябре прошлого года. В моем лице награждены все медики города, потому что все работают очень-очень, особенно доктора инфекционной больницы, где сейчас находится большое количество ковидных больных. Мы все-таки оптимисты и мы стоим на страже самого дорогого для человека – его здоровья. Это заставляет только думать о том, как помочь и чтобы человек ушел от нас выздоровевший. Коллегам выстоять, потому что они нужны народу, народу быть более все-таки, несмотря ни на что, более бдительными и думать о том, чтобы сохранить собственное здоровье. А всем, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Хочется сказать спасибо тем, кто замечает проделанное, тем, кто выдвинул на соискание награды. Ведь одно дело – работать, и немного другое, когда твою работу видят и ценят. Мой трудовой стаж приближается к 40-летию, но самое приятное для преподавателя университета во все времена была возможность работать с молодежью и видеть, как тому, что ты умеешь и знаешь, учатся они. Даугупилский университет в этом году отмечает 100-летний юбилей. На наших программах учатся уже многие поколения, и именно ежедневная работа с этими талантливыми людьми – наивысшая ценность. Особенно это ощущается сейчас, когда форма работы изменилась, и так не хватает живого общения со студентами. Когда слова благодарности прозвучали и награды были вручены, в честь Латвии и тех, кто отставил ее право на независимость, в нем над Даугупилсом поднялись военные самолеты НВС, государственные пограничные службы Латвии и союзников. На этом официальное празднование завершилось, однако каждый из нас может ежедневно делать вклад в будущее нашего города и страны, добросовестно выполняя свою работу, заботясь о семье и оказывая поддержку близким. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.